Ну что, про похудение, девочки, опять, и про то, как реально работает это на мне, ну и в частности по поводу сладкого. Девочки, я ем сладкое, ем по пятницам или субботам одно мороженое, я себе позволяю, да, вот такие кружочки в Америке беру, в Техасе здесь такое, один кружочек маленький, шоколадный и с кусками шоколада, и второй кружочек я беру там, это фисташковое с кусочками фисташек. Дальше, что сладкое я еще позволяю себе, я могу позволить сладкое раз-два в течение рабочей недели, это я про выходные, и в течение рабочей недели, девочки, хоть каждый день ешьте, только ешьте по маленькой плиточке или две плиточки утром шоколада или одна конфеточка, ну пусть будет каждый день, но рано утром, я даже сбрасывала, девочки, килограммы, когда я, я вам честно скажу, когда я реально хорошо сбрасывала, я восемь утра зефир ела, зефир, девочки, мне рассказывали, писали, ой, если вы себе будете позволять сладкое, даже хоть в шесть утра, вы никогда не приведете себя формы, девочки, если вы будете себе до восьми утра позволять кусочек чего-то сладкого, я, знаете, две зефирины вот эти, вот так вот, две зефирины вместе, вот эти две зефирины вместе я разделяла, и маленьким кусочком ела, смотрела на небо, как раньше я то же самое делала с сигаретой, знаете, так наслаждалась, курила эту сигарету, и смотрела в небо, и выпускала дым, потом через какое-то время я то же самое делала, но с зефиром, девочки, и вот это вот единственное время, где я просыпалась, у меня в восемь утра было занятие, по-моему, да, я в шесть просыпалась, и мне нужно было до часу, ну полтора часа где-то до занятий, мне надо было что-то там поесть, да, и мне разрешил тренер, пожалуйста, я говорю ему, слушай, мне нужно что-то сладкое, потому что у меня мозги едут, он говорит, окей, можешь сладкое, окей, только делай так, чтобы это было до восьми утра, я специально, я специально, девочки, до восьми утра вставала, чтобы 15 минут понаслаждаться этим вкусом зефира сладкого, да, я помню, как я вот эти откусывала, маленькие кусочки, чтобы мне хватило как можно на больше, да, не сожрать этот кусок, конечно, мне хотелось заглотить это все, сразу весь этот зефир, но закончилось бы тем, чтобы я хотела заглотить еще такой же, еще такой же, поэтому я брала маленькими кусочками, я наслаждалась по 15 минут маленькими грызочками, вот так вот и смаковала эти кусочек зефира, эти вот кусочек зефира, вот так вот я спасалась от вот этих моих приступов, то, что я хотела сладкое, это когда это было, девочки, до Америки, когда это первая моя жесткача такая была, где я в прекрасной прессе потом была через год, вот, потом скажу вам так, надо будет ставить видео, потом скажу вам так, что сейчас, вот сейчас, когда, чтобы не удерживаться, когда вы начинаете мне про климакс писать и про то, что климакс вам мешает не жрать много, что он мешает вам вообще хорошей, нормальной, стабильной жизни, что вы не можете худеть, вы не можете становиться есть, и во всем виноват какой-то вот дядя климакс, который постоянно почему-то вас что-то заставляет делать. Девочки, четко берете и контролируйте, что вы едите. Мне пишут, а как же борщ, как же котлеты, а как же супчик с потрошками. Не ем я, девочки, у меня нет ни картошки в доме, у меня нет домик котлет. Я беру фарш, я просто его на сковородке вот так прожариваю. Обычный фарш покупаю, смотрю, чтобы был минимум жира и прожариваю его, просто вот так прожариваю. Посмотрите в плейлисте, у меня там написано диета 56 или похудение, я не знаю, плейлист над всеми закрепленными видео, вы увидите плейлист и пролистайте, посмотрите, какие у меня там названия плейлиста и найдите ту тему, которая вам интересна, там про еду, например, да, и там будут как раз таки все видео, которые я туда закинула по поводу питания. Девочки, хоть будет сто у вас климаксов, у вас зависит все, ваша полнота от того, что вы не терпляча, вы две недели именно помучились, понимаете, вы же рассказываете мне, что вы мучаетесь, а вы не мучаетесь, вы просто пересмотрите питание свое и не делайте котлеты в жиру и поливая жиром, и есть жиром из пюре, в котором дохрена масло, яйцо, сметана, в этом пюре все зафигачили, все это едите и типа я ж только это съела, а где ваши вообще белки, там дохрена углеводом, вот. Хлебы я не ем вообще, но могу сказать, что я могу есть его тостик, один-два тостика в неделю, все, на выходных у своего бейфренда в гостях, все, девочки, учитесь, учитесь контролировать, что вы кидаете в свой желудок, и тогда у вас будет мир в вашем теле, которое не будет загружено огромным количеством воды, где ваше лицо, мало того, что оно жирное, мало того, что оно все в воде, эти мешки по глазами, эти отеки, у меня никакого фильтра сейчас нет, кроме вот очков, да, вот она я сейчас, господи, в 56 лет, в 9 утра, но встала я в 6 утра, девочки, у меня уже сессии были с девочками, я сегодня поела, давайте, чтобы не быть голословной, я сегодня поела 2 яйца, у меня гвакамоли было 100 грамм, это авокадо, и я съела 2 рисовых шоколадных хлебца, я как-то их показывала, и сверху намазала арахисовую пасту с чаем, все, девочки, и потом будет у меня вторая еда, даже если у меня срыв, например, я решила, что я хочу есть то, что хочу, что у меня есть в доме, то, что я хочу, я сейчас вам скажу, я могу переесть орехов, например, съесть их не 20 грамм или 30 грамм, а съесть 100 грамм, вот это я переем орехов, потому что у меня и переедать в доме нечего, у меня гречка есть, у меня есть паста, спагетти, но это все, спагетти у меня фасолевые, девочки, такие, цвета буряка, представляете, спагетти у меня не из муки, потом рожки у меня есть не из муки, из нута, знаете, этот нут, наут мы его еще говорим, да, как коров большой, я думаю, вы знакомы, с него делается хумус, вот у меня с этого наута, у меня рожки, поэтому муку я в свою жизнь вообще по минимуму, никаких подливок добавляю муки, сырники с мукой, блинчики с мукой, ничего я этого не ем, но не навсегда, я могу пойти в тот же ресторанчик на завтрак, и там мы возьмем, возьмем эти, блинчики или оладушки, но они немножко другие здесь в Америке, девочки, ну это раз в неделю, в две, но для того, чтобы держать мне мой вес, вот, мне легко его держать, а вот чтобы уменьшить, потому что чем меньше килограмм, тем тяжелее убирать, да, тем дольше они уходят, поэтому у тебя дольше, на дольше должно хватить твоего терпения, вот и все, и меньше пейте, я, если выбираю пить, только на выходных иногда совсем, и текилу, там меньше калорий, ну вот на текиле и закончили про диеты сладкое.